Девушки отдыхают Конечно. Как я мог забыть об этом? Может, и нам расскажешь? В 1492 году папой избран Родриго Борджи. А это значит, что злейший враг Этсо стал самым могущественным человеком Италии. Всегда мечтал побывать в Ватикане. Ну, значит, тебе повезло, Дезмонд. Ведь именно туда ты и отправляешься. Невероятно. Просто потрясающе. Что это, Леонардо? Для чего эта штука? Этого я не знаю. Как не знаю, почему Земля вращается вокруг Солнца. Ты хотел сказать Солнце вокруг Земли? Оно сделано из материалов, которые не могли существовать. Однако очевидно, что это очень древний артефакт. В кодексе он назван частицей Эдема. Испанец. Он называл его яблоком. Яблоком? Как запретный плод? То есть ты хочешь сказать, что это... Оно не должно попасть в плохие руки. Слабого духом оно сведет с ума. Не сомневаюсь, что испанец пойдет на все, чтобы вернуть его. Эдсо, используй все, чему ты научился, чтобы защитить артефакт. Отвези ее в Форли. Это неприступная крепость с пушками. Ею правит наш друг. Что за друг? Ее зовут Катерина Сфорца. Подумать только. Мне это начинает нравиться. Спасибо тебе за все, мой старый друг. Леонардо, Эдсо сказал, что ты часто ездишь в Милан. У меня вилла в Тоскане. Непременно навести меня. Я-оееч 38%. П Starрес. Да-эк вилла в Тоскан. Леонардо, Сахарин. Я- Мы в Форле, и Кристина с Фордс здесь. Всех приветствую, продолжаем прохождение города Ассасинал-2. Так-так, кто к нам пожаловал? Мадонна. Я сразу поняла, что в тебе что-то есть. Но что ты ассасин? М-м-м. Проводите Катерину и Макевеллида в Форле. Давайте. Она интересная может вещи рассказать. Пойдём же, дорогой. Тебе понравится в Форле. Пушки в нашей цитадели исправно служат уже сотню лет. Здесь артефакт будет в безопасности. Простите, но я никогда не слышал, чтобы городом правила женщина. Я просто поражён. Ну, раньше, конечно, им правил мой муж. Он умер. О, простите. Никола Макеавелли. Год рождения 1469. Философ, писатель, политик. Вооружённые пророки всегда побеждали, а безоружные гибли. Это циничное высказывание принадлежит Николу Макеавелли, одному из величайших мыслителей эпохи Возрождения. Он считается одним из первых представителей философии реализма. Он полагал, что все люди изначально злые и порочные, и при случае будут вести себя в соответствии со своей природой. Макеавелли был третьим сыном флоренкийского адвоката. Отец обучил Николу грамматики, риторики и латыни. В 1494 году Макеавелли поступил на государственную службу и позднее стал послом. С 1499 по 1512 год в составе флорентийской дипломатической миссии он пребывал в Ватикане, а также при дворах королей Испании и Франции. С 1503 по 1506 Макеавелли отвечал за подготовку флорентийского ополчения и оборону города. Он предпочитал народное ополчение наёмному войску, и его стратегия сработала в 1509 году, когда Флоренция одержала победу над Пизой. Макеавелли продолжил заниматься политикой и после изгнания Медичи, но когда они снова пришли к власти, то объявили его заговорщиком. Макеавелли был арестован и подвергнут пыткам. Медичи не сумели доказать вину Макеавелли и отправили его в ссылку. Он удалился в своё поместье в Санто-Андреа, и где и написал знаменитые работы «Государь» рассуждения о первой декаде Тита Ливия и истории о Флоренции. Макеавелли умер в 1527 году. Место его захоронения неизвестно. Это я заказала его. О. Мы узнали, что Джиролла Мариарио служил тамплиером. Составлял для них карту, отмечая местонахождение страниц Кодекса. Да что скрывать, я вообще не любила эту сволочь. Он был скверным отцом, плохим любовником, да и вообще занудой. Я не знаю, что происходит. Я не хочу умереть. Откуда эти люди бегут? Что произошло? Нужно уходить! Престо! Престо! Постой! Что происходит? Синьора, они появились, как только вы ушли со стены. На город напали. Что? Кто напал? Братья Орси, синьора. Ах, чтоб меня. Кто такие Орси? Все негодяи, которых я нанимала, чтобы убить мужа. Это дело рук испанца. У самих Орси на это не хватило бы ума. Как он узнал, куда мы повезем яблоко? Мы решили это совсем недавно. Потому что они пришли не за яблоком, Этсо, а за картой Риарио. Черт бы побрал твою карту, Николо! Там мои дети! Тысяча чертей! Пойдемте спасать. Так, ну давайте поможем ей. Ага. Хочу! Он там! Взять его! Отступник! Тебя ждет кара! Так, ох, нифига ее привернули. Бьет за стыль. Не хочешь передать что-нибудь своей подружке? У меня скоро с ней свидание. Да благословит вас Бог. Да что ж у вас тут так много? Да разбежали, мады, коль я хочу. Я вижу его! Слачу! Все. Это меня не касается. Так, у ворота закрыты. Придется перевераться через них, да? И надо открыть ворота. Ну да. Эти подонки уже внутри! Предатели! Может там есть другой вход? Дай-ка подумать. Возможно есть. Под западной стеной проходит старый туннель. Бене, я скоро вернусь. Эй, вы! Да, я к вам обращаюсь, трусливые дворняжки. Вы вторглись в мой город! В мой дом! И вы думаете, я буду просто смотреть на это? Нет уж, я вам яйца оторву! Вы не мужчины. Лакеи, жалкие шавки. Что, вы меня не боитесь? Ничего, сейчас я доберусь до вас, и это исправлю. Я отрежу ваши головы, помочусь на них и засуну их к себе в фика. Я проткну ваши бали вилкой и поджарю. Как вам такая мысль? Смеешься? Думаешь, я не опасна? Потому что у меня есть вот это! Ла тетте! Ла ме тетте! Тебе бы хотелось на них поглядеть, да? Потрогать, потискать, полизать, да? Ну так подойди, докажи, что ты мужчина. Я так дам тебе по яйцам, что они у тебя из ноздрей выскочат! Свора грязных псов! Убирайтесь прочь! Не то я прикажу вас всех посадить на колья на стенах крепости! А-а-а! Может быть, вы поэтому и не уходите? Мечтаете, чтобы вам в задницу воткнули длинный дубовый шест? Ха-ха-ха! Боже милосердный! Ха-ха-ха! Где они вас откопали? В женском монастыре? Ха-ха-ха! В жизни не видела такой толпы жалких, трусливых оборванцев! Когда я прикажу вас оскопить... Хуже не станет! Вы все равно не мужчины! Ха-ха! А-а-а! Я не мог просто так уйти! Ха-ха-ха! Вот это жестко! Ой, там месила... Месила войдет! Так! А-а-а! Я должен был это послушать! Не знаю, должен или должен, но я это послушал! Ха-ха! Ну, жесткая тетка! С коротким ножом и на меня еще попер! Ох ты, блин! Отвалился! Так, хорошо! Так, так, чистую золю и все! Ну, что ты предпочитаешь? Топор? Ни за что не пау! Так! Там кто-то еще со стены стреляет, что ли? Не готов клинт! А-а-а! Вот это! Ну, готов клинт! Так! Здесь я не заберусь! Хм... Интересно! Снизу, может быть? Нет! Нет! А, во! Так. Так, не обращай внимания на то, что здесь происходит. Этот еще глашатый. Че-то говорить там. Быстрее, быстрее. Так, где открыть ворота? Наверх, я понял. Там двое стояли. Поставить живых? Я бы хотел посмотреть, что он хотел сделать с них. Это жесть какая-то. Я, конечно, не хотел, нет, ни в коем случае. Так. Слишком уж будет перебор. Так, и где он? А, вот механизм. Так, заберитесь вместе с Макеавелли и Катериной до урока де Равалдину. Крепости Катерины. Принять? Да покарает вас Господь! Фор, взять его! Да, первые шаги, взяли! Не волнуйся, ему конец! Какое-то вообще происходит. Все по беспределу. Какое-то. Не мучиться, не мучиться как, а? Готов. Что творится в этом проклятым квадрате? Что увидишь? Пущите меня! Взять, подронка! Сдулся. Это тоже. Нет, 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 нет. Да, у меня тут точки вообще не открыты, город вообще новый для нас. Отлучение! Братство нищиц, пующих плагилянтов из Монта Боджона с новой пау-ра! За ним! Это тоже, блядь, грузинец! Готов. 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 Ой, извиняюсь. Так, все, ой, Катерина с форции что-то там уже подздувается. Потихоньку стоять. Не могу это пропустить. Это... Все мы знаем. Кодекс? Да. Хорошо. Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-чет. Может, я не... Аббатство Сан-Меркуриэля. На этом здании один из тех странных символов. Высота башни аббатства Сан-Меркуриали – 75 метров. Это одна из самых высоких башен в Италии. Первая церковь, возведённая на этом месте, сгорела в 1173 году. Церковь, которая сохранилась до наших дней, построена из кирпича в ломбардско-римском стиле. Её строительство заняло всего 7 лет. Удивительное достижение в истории итальянского строительства. Колоннада справа от церкви – это часть монастыря. Так. Офин. Как больно будет? Вставай, вставай, вставай. Не уходи отсюда. Так, сокращаем дистанцию. Будь осторожны! Приносите им вино! Взять! Минус 100. У вас много слишком. Бери, родная, собака! Как все остальные! Ой. Добрый господин! Счастье над этой бедной душой! Открой дверь! Открой дверь! Престо! Ловушка! Снова! Так, у меня как-то быстро их зад... Брать всех. Еще один остался. Этё, Никола, сюда! Да, да. Ещё. Мои дети! Ну, где же Бьянка и Октавиан? Простите, сеньора, когда все это началось, они играли на улице. Я не знаю, где они. Скоро пришли подкрепления! Они штурмуют цитадель! Этё, не дай этим ублюдкам прорваться! За мной! Ох, будет замес. Так, защитить крепость от всех врагов. Немедленно! Ну, тут булавой такой, а! Он готов. Так, смотрим, где там еще? Где-то мощится еще, я не понимаю где только. Так, где? Сундук. А, он не подбирается пока. Хочу обчистить. Это что? Запас снарядов. А-а-а-а. Я понял. И как? Да что ж ты делаешь, это что? Ты что? Да с коротеньким ножом. Как-то так, что ли. Давайте там разбираться. Да. Что за потурбинство? Знаете что? Да, это бесполезная фигня. Пистолет. Вообще бесполезный. Реально. Не люблю. Ближний бой, он пока он там что-то сделает. Все, оставим, дуем его поставить. Сука, что ли, стреляет. Готов. Так, она наверх отправляется. На, слева. Угу. Последний остался. Ну, вроде все. Катерина. Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы, должно быть, братья Орси! Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, синьора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумаешь, то они будут в деревне! За городом! У тебя ровный час! Катерина, нет! Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми! Никто и никем не жертвует! Верни их мне, Эцио! Си! Положись на меня! Яблоко должно остаться в крепости! Охраняй его! Вот это да! Ладно! Давайте спасать детей Екатерины! Чеко и Людовика Арси Им наскучила жизнь в деревне, и они решили, что пора заняться чем-нибудь поинтереснее! Они стали пускать деньги в рост, и это принесло им огромную прибыль! В основном потому, что они убивали тех, кто не возвращал долг! Затем Катерина Сфорца наняла их убить ее мужа-тамплиера, Джеролам Мориарио! И они сделали это, как настоящие рыцари! Подъехали к его дворцу, зашли в обеденный залу, проткнули его мечом, разграбили дом и бросили обнаженное тело хозяина в центре города! По данным Абстерго, Родриго Борджо, бежав из Венеции, предложил братьям немалую сумму за частицу Эдема и, конечно, голову Катерины! Это братья Арси придумали похитить ее детей! Скажите, куда катится этот мир, если богачи вытворяют такое? Да, Чеко-Урси! И год рождения 1458-й и 1555-й! Профессиональные воры! Все дворянины! Так, надо найти этих ублюдков! Кодекс! Заберем сразу с него все! Блин, ладно, хрен с ним! Так, давайте на точку! Просто не делай! Ты чё? Там, там! Застрел! Я его достану! Тебе здесь не место, уходи! Так, кто-то убегает! Зачем этот? На три золотых больше! В связи с нехваткой здоровых мужчин! После недавней войны! Так, это за городом! Давайте посмотрим! Да, дверь открыта! Так, теперь найти надо! Так, надо убрать его! Самоуверенный ублюдок! Стражей им займется! Так, минус один! Там... Ой-ё-ёй! Как бы это сделать? Так, там их двое! Ты когда-нибудь видел? Ты когда-нибудь видел его? Он сошел с ума? Наемник? Похоже на то! Так, двое! Не надо их убрать! Пусть случай ведет тебя смирно! Что это было? Должно быть, совсем заработалось! Так, здесь стража! Стой! Я хочу поговорить с тобой! Неплохое огромное местечко, верно? Как думаешь? Откуда он? За ним! А, блин! Не смотайте его! Не смотайте его! Сейчас измотаем! Тебе ходят! Так! Ты когда-нибудь! За ним, парни! Так... вот блин как сделать получше а что это делает давайте посмотрим крепкий что что у него пробивная сила просто у этого знаешь что еще сделаю ты меня немножко устал бежишь к мамочке готов замучил просто это безумие бьянка риарио год рождения 1478 дворянка говорят что богачей не жизнь а сказка но у бьянки было совсем не так в 1484 году враги на глазах у шестилетней бьянки разграбили дворец риарио а затем воинственная мать взяла ее с собой отправляясь на защиту замка сан-анжело позднее родственники увезли бьянку в форле где ее ждали новые заключения вскоре после того как девочки исполнилось 10 заговорщики зарезали ее отца джералама и бросили его раздетый труп на городской площади затем дворец ее семьи снова разграбили а саму бьянку взяли в заложники братья орси бьянка сбежала от них и вернулась к матери как именно ей это удалось неизвестно в 16 лет она стала свидетельницей смерти своего отчима джакомо фео жестоко убитого на охоте в 1500 году ее мать катерину сфорца захватил в плен чазары бордже и по всей вероятности вместе со своим отцом родриго изнасиловал в 1502 году чазары убил мужа бьянки асторы манфредди бьянка снова вышла замуж за графа троила де росси 1521 году то скончался а вскоре умерла и она да незавидно у нее же тупо так девчонку спасли теперь у нас осталось чуть времени пацан на маяке может попробовать сразу освободить его без всяких заморочек так нет 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 вы мне не интересны да что ж вы преследуете что ли меня сразу берем так да ладно вам они здесь ходят кругами и все я ничего не могу поделать так нет так эти здесь гоняют спокойно выходи катерина покажись отдай яблоко и карту или твой малыш станет калекой судя по всему наверх нам надо я хочу писать сеньор отпустите меня в туалет мне нужно пописать так и где они сама выпилился блин они внутри что ли я не пойму я хочу есть можно мне чего-нибудь поесть сеньор накормите меня катерина сглупила отправив тебя сюда а может это ты глупец раз готов умереть за пару монет она того стоило благодаря мне господин получит то что хотел тогда умри гордость тебе не поможет покойся с миром от авиано риарио год рождение 1479 граф 19 лет от авиано стал кондотьером и поступил на службу флорентийской республики по просьбе своей матери катерина из форца который хотел укрепить отношения с флоренцией он привел из форли отряд в 100 человек но уже через год разорвал контракт так как у флоренции не было денег чтобы заплатить ему по свидетельству историков от авиано был толстым глупым маменьким сынком однако папа александр шестой родриго бордже был готов выдать за него свою дочь лукрецию почему потому что он был готов смириться с остатками зятя властвующие над форли и и молы кроме того лукреция бордже быстро меняла мужей обычно ее супруги заявляли свои импотенции или просто исчезали катерина сфорция проявила мудрость и отказалась женить сына на лукреции после чего сын папы римского чазары напал на форли когда чазары изгнал катерину сфорции из ее владений она обратилась к новому папе юлию с просьбой вернуть ей и молы и форли однако все кончилось с тем что от авиано продал папе свои права на эти земли и при этом получил не деньги а вексель вот этот расход не загорели всех так гробницы ассасинов есть что друзья давайте отправимся следующей серии гробницу скорее всего до на этом мы закончим а между сериями я посещу монтари джонни заберу деньги и прокачаю чуть-чуть ее там принципе ничего такого мы все это видели как это все делается ничего интересного не будет и окажемся здесь около маяка и отправимся в гробницу до ассасинов и там смотрите синьки почему-то беленьким моргает до восстановить воспоминания интересно точка обзора где у нас она у это что это венецию ясно ох ничуть и особое воспоминание ладно возможно даже крайняя будет гробница и есть кодекс все увидимся следующей серии всем счастливы всем пока и всем удачи